Всем привет, друзья! Вы на канале Михаил Фалик Стартап. Мы занимаемся ремонтом бытовой техники в США. Находимся мы в Калифорнии, Силиконовая долина, а также в Тампе, штаб Флорида. Сегодня очередной выпуск. После долгого перерыва я еду на заказы. Сегодня у меня по идее два заказа. Посмотрим, сколько заказов получится вам показать сегодняшний в этом выпуске. Надеюсь, будут заказы интересные. Значит, сейчас я нахожусь в городе Фримонт. И мне сейчас нужно также ехать в город Фримонт. Это 8 минут от моего дома, где я живу. Прям вообще очень комфортно. Второй заказ тоже где-то рядом с домом. В общем, сейчас езжу на два заказа, посмотрю, что там случилось. И обязательно поснимаем, разобираемся с вами в ремонтах. Ну что, начинаем этот крутейший выпуск. Погнали! Друзья, надеюсь, вам очень понравился выпуск, где мы вместе с Дэнни. Это был предыдущий выпуск, где мы вместе с ним ремонтировали худ. Это был очень интересный экспириенс. Кто еще не успел посмотреть, как ремонтировать вытяжки, проходите. Вот сейчас ссылка сверху выскочит. Проходите, посмотрите это видео. А сейчас мне ехать ровно 6 минут до клиента. И через 6 минут для вас это будет небольшой монтаж. А для меня это больше 6 минут. Ну и встретимся уже у клиента и посмотрим, что там становится. Поехали! Ребят, вот я уже пришел с заказа. Сходил, ну зашел на 5 минут буквально, вышел. Давайте расскажу, что там было, но как-то не очень фортануло. Вот первая фотография, вы видите на ней фильтр грязный. Вторая фотография это фернис, обогреватель, стоит в клозете. Все, фотографий больше не будет. Короче, в чем вся фишка? Клиент говорит, что я не могу вытащить фильтр. Вот. Ну я как бы зашел, вытащил ей фильтр. Вот. И так так получилось, что у нее в фильтре, у нее фильтр, там был инсталлер, который провел трубки от кондиционера, да, френовой трубки. Прямо напротив двери самого ферниса, ну там вот, как бы так скажем, с уголка. И фильтр нельзя вытащить, потому что он не флексабл у нее, да, он у нее такой пластмассовый, жесткий. И она просто его вытащить не могла. И, конечно, ей постоянно так вот вытаскивать, затаскивать, не айс. На что я ей сказал, что, ну, проще вам купить флексабл фильтры и менять их, и все. Потому что, либо, ну, как бы вот так вот трубку отодвигать, потому что реинсталить вам это все, вам выйдет это все, ну, в копеечку. Поэтому, как бы, если очень сильно хотите, мы можем, но самое лучшее решение вопроса это просто флексабл фильтры. Показал ей ссылку на Amazon, там, сказал, где купить, в Home Depot. Собственно, все, вот и вся история. В общем-то, взяли только 70 долларов, ничего больше не получилось там ни продать, ни сделать. А у меня нету с собой картридера. Ребят, где картридер? Не знаю, вот картридер это такой аппарат, который счарживает деньги с клиентов. Пришлось записывать там данные прям в саму программу, что не очень хорошо, потому что там процент выше, чем с картридера. Вот, поэтому первый заказ мимо. Едем тогда на второй, может, там больше повезет. Итак, ребят. Значит, я только что был у клиента и только что продал два апплиэнса. Давайте расскажу, что было. Значит, первое. Я зашел в дом, не работал хитр. У хитрера не работал фен, блоуэр. Ну, клиент, он не понимает же, что блоуэр не работает. Он говорит, вот сейчас все работает, а вчера вот не работало. Но когда это все поработало 5 минут, фернес перегрелся, потому что блоуэр-то не работает, да, и все опять остановилось. Соответственно, я на опыте быстренько все объяснил клиенту, как это работает, что я заменю, сколько это все будет дело стоить. То есть, клиент, посмотрев на меня, да, сразу понял, что я профессионал в своем деле, в своем вопросе, согласился все это дело чинить. И прежде чем я уже пошел, да, за партами в машину, он мне сказал, что, слушай, Оскар, а ты еще что-нибудь чинишь, вот, например, стиральную машинку? Я говорю, конечно. Он говорит, можешь посмотреть? Ну, я зашел, посмотрел, и у этой машинки тек, капала в барабан, капала водичка. Вот, соответственно, я сразу сказал клиенту, что это у вас ватервал не держит нормальную воду, поэтому все туда капает. И выставил еще один эстемейт, на что клиент обрадовался, что я могу это все быстренько починить. И опрунул мне прям два эстемейта и на вошер, и на хитер. Соответственно, я сейчас еду в Эпиде, потому что я нахожусь во Фримонте, а вы знаете, что во Фримонте есть магазин Эпиде. Очень замечательный магазин, куда я, где я сейчас проверю, ну, куплю все нужные запчасти для хитера, куплю нужную запчасть для вошера, и быстро постараюсь это все для клиента заменить. Вот, вот такие вот дела, ребят. Вот, в этот раз у нас рыбный прям получился заказ. Прям два и планица на одном месте, что может быть лучше. Вот. Но не по цене одного ремонта, конечно же, по цене двух разных ремонтов. Я ему дал немножечко скидочку. Вот. И сейчас, надеюсь, все ему сделаю по красоте, друзья. Вот. Снимать, конечно, не особо получается, но я попробую снять все-таки чуть-чуть для вас, чтобы вы имели представление, как это все произошло, как я все-таки все что починил. Вот. Оставайтесь с нами, друзья. Не прощаюсь. Поехали в Эпиде. Так, ребят, ну смотрите, купил я вот такие вот запчасти, да, называется это Run Capacitor, вот они, которые запускают фен. Вот сейчас вот один из этих мы пойдем устанавливать клиенту. Также хочу вам, смотрите, сказать, друзья, так как у меня сейчас там было не один и планица, а сразу два, крайне важно позвонить в офис и сказать о том, чтобы они создали еще как бы один заказ, как бы еще один заказ, на основании которого можно выставить инвойс. Почему это важно? Важно разделять два инвойса, я уже не один раз это говорил, чтобы если вдруг, ну то есть проблема по вошеру, да, и вдруг придется возвращать какие-то деньги, я не знаю, да, какая-то конфликтная ситуация будет. В таком случае это никак не должно затрагивать те деньги, которые вы, те деньги, которые вы починили другой апплиэнс. То есть они должны быть раздельными обязательно. Один апплиэнс от другого. И на каждый апплиэнс вы даете свою гарантию, да, свой срок гарантии, которая колеблется от 3 до 6 месяцев. Вот, соответственно, как-то так. Что еще хотел бы вам сказать? А, насчет вотрывалов, смотрите, вотрывалов в наличии не оказалось, поэтому мне сейчас придется просто взять у клиента депозит и заказывать этот парт. Придет он, не знаю, завтра, послезавтра уже, я точно этого не знаю, я уже передам всю информацию офис, офис это все дело закажет. И как только парт приедет ко мне, ну, мы поставим доделку с клиентом. Вот, вот такой план. Все мне нравится, все замечательно. Поэтому пошел я сейчас менять капаситер на обогреватель. Я уже не хочу. Делайте сюда,никает. Газ начинается. После газа, сенсор будет гордиться, С новым сигналом, все хорошо. Слушай, после этого фан начнется работа. Да, фан сенсор! ну что ребят все вот я и закончил для вас я поснимал немножко видео как мы поменяли значит капастор на фернисе вот клиент очень доволен прям вот прям очень доволен ну я к нему еще вернусь клиент меня спросил а вернусь ли точно я чтобы починить ему вошер машин он очень сильно впечатлился моей харизма я так понимаю вот ну мне очень радостно когда клиенты довольно техниками очень немножко по душам с ним поговорили друзья будем возвращаться сюда уже меня меняя вот рвал будем менять но это уже будет следующем выпуске следующей серии вот вы не забывайте подписываться ставьте лайки пишите свои комментарии оставляйте вопросы свои которые будем разбирать на стримах вот с вами был михаил фалек компания first plans repair ремонт бытовой техники сша пока пока до встречи днися